У нас сегодня чайный день. Мы решили, что если у вас день Минь, то это чайный день. Поэтому будем сегодня в качестве подарков разыгрывать чайные наборы от Мой Чай Ру. Много раз хотела к ним зайти. В Москве у них несколько чайных, но всё как-то некогда. Да и после Китая заходить лишний раз в чайную — это как грустить. И тут за подарками, когда мы ездили, зашла, знаете, прям входишь и так... И ты сразу в Китае. Этот запах, эти звуки, этот чай везде, эти баночки. Ну вот почти как в лавке у Ли Ла Ши сегодня с утра, по нашему дру, в презентации, в экскурсии, которую он сегодня показывал. И так сразу захотелось в Китай. Ты сразу попадаешь буквально на эти минуты, что ты находишься у них в эту чайную лавку, в эту обстановку. У них, конечно, очень красиво, очень... Я даже говорю, шикарно, шикарно, что там стесняться. В Китае нечасто такие лавки найдёшь. Ну и выбор чая там, мне кажется, на любой вкус, цвет, запах, консистенцию. Я ещё купила у них книжку самого основателя Мой Чайру. Книжка о чае, о том, как он собирал. А, чай сейчас покажу, подождите, сейчас подожду, ещё чуть-чуть осталось. Книжка такая толстая, огромная, с иероглифами и с русским языком, в основном русский язык немножко иероглифы, о видах чая, как собирают, как готовят. То есть вот просто полная кухня, очень интересно. Я пролистала там у них, я поняла, что я без неё просто не уйду. Ну что ж, мы теперь можем с вами начинать. Сейчас я покажу подарки. И так, сегодня мы разыгрываем вот такой вот интересный набор. Победителю поедет, соответственно, полный набор. Тут у нас четыре вида чая. Один из видов чая – это чай, который делают сами мой чай. И, соответственно, три других, если я не ошибаюсь, да, это они уже его привозят из Китая. Ну, собственно, они всё из Китая привозят, только один из них очень особенный. Это шу, это пуэра, то есть два пуэра. И один чай будет тхе гуанинь, один будет да хум хао. Поэтому, ребята, старайтесь, старайтесь. Здесь это большой набор, соответственно, за второе и третье место уедет по половинке набора точно. Я думаю, мы с вами готовы начать. И я выкладываю пин-код, и мы с вами готовы начать играть. Я, как обычно, буду комментировать. Нужно скопировать этот пин-код и вставить в раздел «Кахут». Если вдруг у вас начнёт зависать Кахут, его можно открыть отдельно и также попытаться поиграть вместе с нами. Итак, уважаемые друзья, я опять начну комментировать, что будет происходить у меня на экране. Поэтому сейчас здесь я отключаю микрофон. Ну что ж, дорогие друзья, теперь мы с вами будем поиграть вместе. Я буду играть, как обычно, за тест. Да, у меня традиционное очень имя. Давайте посмотрим, что за вопросы нам приготовили в эту викторину. Я буду пить чай. Я буду пить чай и смотреть вопросы. Я не буду на них отвечать. Неправильно или неправильно. Буду только немножко, может, комментировать. Здорово. Ну, где же у нас не распространён минский диалект? Сегодня мы с вами точно узнали, что он распространён в Макао, немножко есть в Малайзии, где у нас есть символ включения из Тайваня, из Фуджяня, из-за границы. Я имею в виду Штаты и Канада. Ну и каком же из этих мест? Да, Ханжо. Ханжо там, конечно же, намного меньше. Минь, это не значит, что там совсем нет, но не очень распространено. Смотрим следующий вопрос. По-южно-миньски. Вот это сложный вопрос. Сегодня утром у нас была лекция. Наполовину на Миньнаньском. Это было тяжело первые несколько секунд, когда Лилаш начал говорить. Мы аж прямо чизиньло. Так это было неожиданно. Я теперь понимаю, что чувствуют люди, которые не знают китайский, и слышат его. Так что давайте мы сейчас узнаем, как же у нас по-другому ещё называется. И это Хоккен. Да, поэтому очень часто меня называют Хоккен. И мы уже смотрим наших лидеров. Следующий вопрос. Минь насчитывает больше, чем 6 тысячелетнюю историю. Верно или неверно? Конечно же, очень сложно сказать доподлинно, поскольку письменные источники всё-таки не настолько древние. Но есть хорошее исследование... Лактева, если я не ошибаюсь. Он правда исследовал Минь. Он исследовал противьед. И он в какой-то степени доказал, что действительно Минь, как культура, на этой территории существует и даже больше, чем 6 тысячелет на самом деле. Поэтому будет интересно почитать. Он исследовал с точки зрения археологических артефактов, которые остались на этих местах. Минь считают себя очень древним. И я думаю, что они правы. Другие названия южно-миньского языка. И южно-миньский как самый распространённый. Естественно, я думаю, вы сейчас быстренько догадались. У нас уже есть... Был такой вопрос, да? Как называется фузянь? Ну, если она называется так, то, соответственно, язык... Здесь можно, видите, выбрать два варианта, как минимум. Южно-миньский будет у нас называться... Итак, как минимум странно, хоккин и хокклоу. Опа, наша тройка лидеров всё ещё... Почти всё ещё держатся, немножко меняются. Итак, провинция фузянь, помимо миньских языков, также известна распространением языков диалектов. Да, конечно же, фузянь говорят не только на минь, фузянь говорят и на других диалектов. И я думаю, что там есть представители всех диалектных групп. Но поскольку фузянь граничит с двумя очень такими яркими представителями двух других диалектных групп, и третья диалектная группа находится на территории фузянь, то, соответственно, это будут как минимум два диалекта У и Хака. Хака — это вообще для них одна из родин, это провинция Фузянь. Татьяна решила вырвать победу сегодня обязательно. Число носителей миньских языков, проживающих за пределами Китая, не превышает трёх миллионов человек. Ну, конечно же, это не так. Как минимум в Китае их проживает 70-60 миллионов, а за территорией Китая проживает примерно столько же. И, чтобы вы знали, когда в 70-х годах отравляли космический корабль с посланник пришельцам, туда поставили золотую табличку с надписями на разных языках, в том числе, в том числе и нами-нами, между прочим. Поэтому, конечно же, это было неправда. Смотрим следующий вопрос. Нутри они не понимают друг друга, так это или не так. Мы знаем, что в Минском очень много групп, и эти группы, не то чтобы, например, совсем независимы друг от друга, но очень сильно отличаются. У меня был опыт, когда мы сравнивали произношение в трёх городах соседних, относятся к одному южно-минскому, это Сямэнь, Чао-Джоу и Китая, я, кстати, уже забыла. И даже они не всегда понимают друг друга в полной степени. Поэтому, да, это правда. Действительно, у Мин есть такая особенность, очень большая фантастическая разница. Смотрим следующий с вами вопрос. Уже восьмой, мы уже близимся к концу, у нас осталось три минуты до завершения. Сколько же в Минских тонов? Хороший вопрос. После Путунгхуа, когда в Путунгхуа там 4 плюс 1, да, очень-очень-очень просто, когда сталкиваешься с южными диалектами, ты понимаешь, как же здорово упростили китайский язык. Потому что в Минских их от 6 до 8, и плюс, ребята, плюс сочетание и изменение, когда они становятся вместе. Если вы не можете запомнить 2-3 тона рядом, что они меняются, начни чуть-чуть, Миннайский. Жители проекта Путинга, как правило, очень хорошо играют в... Сегодня утром мы с вами слушали лекцию, и прежде чем мы включились с лекцией, у нас там был большой диалог с Лилой Аши и его друзьями, которые пришли его послушать. И там был человек, которого он представил как его родственник, который очень хорошо играет именно в этот вид спорта. Это так неожиданно, что ты знаешь, и вдруг вот оно подтверждение. И это подметон. Действительно известно своими спортсменами, так что имейте это в виду, когда будете играть с ними в подметон. Юждомийский язык — один из самых рабостроенных языков китайской эмиграции. И это, как вы думаете, верно или неверно? Я уже сегодня проговорилась, да, что за границей Китая носители южно-мейского варианта почти столько же, сколько в самом Китае. И огромные диаспоры находятся в Штатах, в Канаде и на самом деле в этих двух странах, но и в Европе. И это правда, это действительно так. И у нас с вами осталось несколько секунд, у нас с вами осталась одна минута до того, как мы с вами увидим подиум. И мы можем с вами сейчас буквально несколько секунд посмотреть подиум и порадоваться, кто же у нас сегодня занял первое, второе и третье место. На третьем месте у нас сегодня Владимир. Владимир, я вас поздравляю. Отличная игра Татьяна Постнова на втором месте, отличный результат. И на первом месте у нас сегодня с вами Татьяна Калято. Если я правильно подошел, простите, если нет, я вас поздравляю от всей души. Замечательнейшие наборы чая. Сейчас я еще раз вам покажу, как они выглядят. Они поедут к вам. Вот так вот выглядят эти чудесные наборы. Мы специально поместили в центр логотип, чтобы вы поняли, что там скрыт какой-то сюрприз. Этот сюрприз будет в последний день в супервикторину. Ее сейчас готовят, эту супервикторину. Там будут очень серьезные вопросы. И кому-то из победителей поедет полный набор плюс суперклассная пиала. Вот вы такую видели только сегодня у Лилла на полках с его коллекции. Вот такая красивая поедет кому-то победителю суперигры. Но сегодня, сегодня к победителю Татьяне Калято поедет полный такой набор. И, соответственно, до второго места поедет верхняя и нижняя часть.